Часто задают вопрос, какой котел нужен, одноконтурный или двухконтурный в ваш дом. Вот это котел Violent TurboTec, двухконтурный. Но вот я сейчас объясню, в чем их отличие. Одноконтурный котел имеет теплообменник, вот этот первичный, сама вот горелка, то есть здесь пламя газовое нагревает, проходит через него и нагревает в теплообменнике теплоноситель. Воду или антифризы. И, соответственно, вот насос гоняет, насос гоняет на обратной линии по кругу, вот так вот. И получается, ваша горячая вода входит в радиаторы, ну или в другие приборы, теплый пол и так далее. А когда двухконтурный котел, то есть получается уже два контура. Один контур, это вот отопление кольцо, а второй контур, вот смотрите, стоит теплообменник, вот такой он небольшой вот здесь. Он имеет много пластин, ну там пластин я не помню, около 20, может быть чуть больше. И смотрите, по одной пластине идет теплоноситель, по второй идет вода, по третьей идет теплоноситель, по четвертой идет вода, по пятой теплоноситель, по шестой и так далее. То есть две среды проходят, одна в одну сторону, другая в другую. И, соответственно, теплоноситель котла, ну то есть он греется до 80 градусов там, передает тепло воде, которая проходит в этом же теплоноситель, ой, в этом же теплообменнике. Но в чем, как говорится, минусы? Так как он маленький, соответственно, конечно, у вас не будет много воды. То есть на душ хватит, вот кто пользовался газовой колонкой, знают, что когда принимаешь душ, и кто-то включает воду горячую на кухне, это чувствительно. Также и с котлом, вот с таким теплообменником двухконтурным. То есть комфортно принимать один душ. То есть если вы живете там у жена, еще, в принципе, этого будет достаточно. Но если у вас пару санузлов, есть ванна, большая семья, то двухконтурного котла будет уже недостаточно вот с таким теплообменником. То есть нужно покупать одноконтурный котел, то есть без него, и дополнительно ставить бойлер косвенного нагрева. Ну, бойлер косвенного нагрева, это я объясню позже, потом в видео, что это такое и как он функционирует. Там он имеет уже запас воды, например, там от 100 до 300 литров, в зависимости, сколько вам нужно запас. И, соответственно, уже чуть-чуть другой принцип. Это более дорогое решение, но зато вы будете не переживать за горячую воду.